всем добрый вечер друзья вот смотрите как у нас лес парк позеленел в общем где я был был я на работе ремонтировал машину а какой ремонт был в общем не понравилось мне вчера этот шарнир который я сделал для съемки с машины и сегодня его переделал в общем буду экспериментировать наверно уже на праздниках ну в общем то я думаю что нормально мне все там получилось все-таки когда что-то снимаешь хочется что более менее нормально что снималось что вправо что влево там у нас происходит в городе ставрополь вообще погодка сегодня конечно отлично и прекрасно в общем то все майках ходили в том числе я короче сегодня было жарко так вот здесь у нас белочки бывают друзья приходит сюда белочки а так вот белочка смотрите сейчас я камеру вот смотрите белочка вот она сидит даже здесь она не одна бывает а их две бывают спряталась спряталась не найдешь и вот видите видно в общем этом лесу нас много белок здесь они прижились кстати то что вот кормушечка здесь кто бывает здесь парк их подкармливает сейчас попробую с той стороны зайти отсюда вообще и не видно в общем лес кругленький оживает зеленеет да вот вот видите она спряталась и не видно даже я знаю что они сюда приходят проезжайте проезжайте конечно да 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 спряталась спряталась вот смотрите как у нас все резко начала зеленеть я тоже не знаю какая температура сегодня была воздуха но тепло тепло сегодня просто отличная такая погода последнего дня месяца апреля то что сегодня у нас 30 апреля завтра 1 мая а с работы шел зашел мясной магазинчик и купил мясо кстати много людей покупают мясо и цены здесь на фроленка магазинчик как-то показывал мясной в общем то я считаю что недорого в общем я окорок взял у меня что-то обошел совсем с лишним рублей а потом я посмотрю двести шестьдесят пять рублей за килограмм я думаю что недорого еще вчера там вечером был дождик сегодня вот такая прекрасная отличная погода вот такие у нас цветы появились я не знаю как они правильно называются но мы в детстве их пацанами называли собачки вот такие желтые цветочки раньше их рвали мы привозили но смысл то они же пропадают быстро это все-таки лесные цветы так ну что друзья это вот спортивная аллея там ледовый каток выход из парка выходим туда на улицу шпаковская 50 лет в лкс мы давайте вот здесь просто пройдем прогуляемся я вчера вел съемка говорил что у у нас танк т-34 в общем то убрали центральной аллеи или сейчас она как называется аллея развлечений и вот его поставили вот там впереди на аллее славы аллеи героев сейчас мы его и посмотрим вообще не знаю почему там убрали поставили этот кубик рубик он туда поставлен ну по моему мнению это ни к севу ни к городу птицы поют деревья зеленеют отличная хорошая погода в общем на май месяц у нас различная погода бывает но бывает так что май бывает очень очень теплый июнь чуть прохладный бывает некоторое время а самый жаркий месяц у нас это август август месяц и вот последнее время чуть все это сместилось сейчас у нас и сентябрь теплый и октябрь бывает что теплые месяца все-таки живем мы на юге ну хорошо что кончились дожди вообще так подзалило хорошо ну пусть крымчане радуются будут с водой у нас вообще в Саврополе с водой проблем нет у нас за городом сенгилевское водохранилище смотрю прям на пеньке вот кормушечку еще сделали вам говорил что кормушек у нас здесь много очень много кормушек это вот с левой стороны это территория динопарка рекс а здесь смотрите вообще все позеленело вот еще там какие-то цветы повылазили сиреневые вот такая ядовито зеленая трава и и практически ветер конечно есть ну ветер слабенький в общем кормушек очень много смотрите вот здесь кормушки появились их раньше здесь не было и птиц есть много и кормушек много стало вчера здесь школьники делали забег получается вместе со мной я пробежку здесь сделал смотрю тоже школьники бегать не стала и останавливаться собирались они вот там на той площадке вот там поле и слава не наверное учитель там был даже две женщины были на учителя и на время они бегали здесь вот смотрите такие цветочные поляны еще красивее будет друзья еще будет красивее сейчас еще чуть время пройдет тем более у нас обещают там до 20 градусов тепла может даже сегодня было 20 просто не посмотрел и будет у нас все здесь зелени смотрите какие цветочные поляна вообще аж глаз радуется это просто здесь выделенная такая велосипедная дорожка и в общем то они у нас эти дорожки по всему парку победы проходят а здесь вот низина здесь низина здесь даже вот стояла вода не знаю ушла вода или нет но во всяком случае небольшое озерцо я там видел еще вчера самая низшая точка парка победы ну вот видите вот там еще вода даже стоит я вам как-то рассказывал что это вообще-то мочеки здесь были мы здесь на плотах дано лодки плавали по разным здесь протока это все стало после того как начали застраивать район фроленко видимо что-то там перекрыли и вот наш танк танк т-34 вот как-то его здесь поставили его практически здесь не видно когда он стоял на центральной аллее там была аллея пограничного и очень хорошо было видно видите пацану а то по танку прыгают в общем так подкрашает его это памятник установлен пограничником сделали вот такую здесь площадку вот видите здесь у нас туда если прямо пройти зоопарк и ну и соответственно там у нас выход тоже с парка это на улицу тельмана в район троллейбусного парка скажем так ветер смотрим ветер практически видите его нет я всегда определяю здесь по флагам и вот смотрите здесь аллея славы посаженная как-то показывал честь ставропольцев кавалеров орденов славы трех степеней день 50-летие учреждение ордена славы и вот там идут фамилии кавалеров орденов славы давайте вот сюда пройдем и вот такой памятник он установлен воином пограничником защитником рубежей нашей родины так здесь я не знаю что друзья раньше здесь был летний кинотеатр но это было очень давно вот время у нас хоть время узнал вообще сегодня что-то я завозился завозился с машины не получалось в итоге даже и время то не знаю сколько вот день победы 17 часов 30 минут ну половина шестого это вот вечный огонь у нас находится на проспекте корла марс это там комсомольская горка и кстати его отреставрировали если я буду в центре города обязательно конечно покажу вам этот вечный огонь как его показываем мимо проезжая проезжая вот мы победим 1941 1945 год возложили здесь цветы и вот наш танк танк номер 63 гвардия вот здесь его установили но видите как то его там практически незаметно потому что он как-то в сторонке стоит а здесь у нас аллея героев тоже возложили здесь цветы вот аллея героев это герои советского союза вот идут здесь фамилия и кавалеры трех орденов славы теперь друзья давайте посмотрим что ж у нас тюльпанами некоторые тюльпаны уже расцвели а некоторые просто еще на бутонах вот видите тюльпанчики ну кстати нарциссы уже отцветают вообще-то птицы поют конечно стало тепло все позеленело вот видите такой танчик наш труженик великой отечественной войны и вот здесь у нас ели посажены здесь тоже выделена вот такая спортивная дорожечка и вот направление туда если прямо пройти там у нас аквапарк будет центральная аллея сейчас как она называется аллея развлечений ну можем и так называть аллеи развлечений здесь видите были вот такие цветы уже лесные преобладают вот скворечник смотрите друзья скворечник в общем птиц здесь много у нас много очень птиц у нас когда белок сюда привезли думали что они не приживутся однако они у нас прижились и даже по дворам бегают не только здесь вот парке победы и все начинает зацветать все зацветает уже начинает вишня цвести даже кажется уже яблоня начинает нет она кажется еще не цветет ну листья уже пустила весна весна друзья я вам говорил что очень благодарен всем кто присылает мне донат на развитие и продвижение канала и вот сегодня тоже хочу выразить свою благодарность Людмиле Селяновне за донат а это все таки очень хорошо и значит я буду совершать какие то свои поездки по городу Ставрополь или там по Ставропольскому краю а также может друзья возможно и по Краснодарскому краю вот еще один скворечник это вот такая стояночка тогда вот выезд идет выезд идет на улицу Лермонтова кстати машина едет она совершенно бесплатная можете заехать если будете по Лермонтово ехать со стороны проспекта Кулакова вы не проедете потому что просто-напросто там будет написано аквапарк ну вот сюда можете повернуть и здесь припарковаться и просто-напросто погулять здесь по парку а самом аквапарк это вот здесь он находит вот сюда можно пройти купание в одежде строго запрещено но я как-то зачитывал что это не только аквапарк ну здесь так же и баня у нас есть вот баня плавательный комплекс водолей утреннее купание ну и цена какая-то цена значит бронирование бань вот что меня интересует круглосуточно тысяча рублей баня плюс бассейн один час четыре человека на общеплавание с 10 до 6 утра 350 рублей полтора часа непонятно как это написано значит за полтора часа получается 350 рублей вот такая прогулочка по парку просто я же здесь рядом живу мне проще вот здесь пройти а вот что напоминает о дожде в общем ночка сегодня у нас бурная была просто нашему водителю плохо стало в час ночи пришлось вызывать скорую ну скоро я так скажу приехала можно сказать оперативно где-то минут через 15 я просто долго объяснял просто долго объяснял там диспетчер или кто как что как что почему какая температура какая температура у нас на работе никакого там термометра нет откуда я знаю какая температура ну бригада хорошая приехала ЭКГ сделали там давление померили очень сильно поднялось давление и на скорую его забрали уехали они уже половина третьего ночи в общем вот такая ночь была я водителю позвонил его Николай зовут ну вроде бы как все нормально но со скорой еле вышел в общем куда предлагали предлагали поехать в Грачевку представляете Грачевка это не так и близко от города Ставрополь ну в итоге в итоге отвезли его в четвертую горбольницу так что такой вот последний день я вам так скажу какой то он был напряженный особенно ночь так ну вот здесь тренажеры друзья там вот с левой стороны у нас как раз мы с вами попадаем на аллеи развлечений ну будем так ее сейчас называть это можно прочитать когда вы входите в парк Победы что здесь у нас стала теперь аллея развлечений ну я так по привычке называю конечно центральная аллея Парка Победы с правой стороны это кафе Лудогори кажется болгарской кухни в общем что то болгары к нам не очень хорошо относятся везде идет на Россию давление с европейских стран ну тем не менее вот такое у нас кафе здесь есть и вот сейчас мы повернем с вами и пройдем немного по центральной аллее ну видите уже в шортах ходят ну потому что тепло сегодня в мае месяце у нас обычно тепло бывает если направо повернуть то у нас улица Лермонтова площадь 200-летия Ставрополя ну вот налево смотрите вот уже детские машинки здесь появились велосипеды прокат и вот центральная аллея или сейчас как ее называют аллея развлечений ну сегодня это съемка в принципе про труженика Великой Отечественной войны планировалось про танк Т-34 я посмотрел канал Владимира Заруйкина и вот там такой хороший обзор ну наверное вы уже прочитали эту ссылку можете посмотреть это все и мне понравился этот танк Т-34 там написано за победу а где он стоял раньше а стоял он раньше вот здесь вот впереди видите там этот кубик Рубика и вот там стоял как раз у нас танк Т-34 ну потом его просто-напросто отсюда убрали и вообще вот здесь была аллея пограничников а уже смотрите уже начинают кафе работать вот столики вынесли стульчики шуарума очах ну так же шуарума у нас еще там тоже не знаю еще не открылась но откроется если идти со стороны 17 школы к парку победы там был какой-то павильончик такой построили ну там духи продавали ну что-то бизнес не пошел в итоге сейчас там будет шаурма у нас ладно друзья что я вам хочу сказать ну и попкорном запахло ну и несу попкорн купил две пачки там мясо купил в общем завтра еще ничего не знаю что будет ну во всяком случае может шашлык будет может просто буженину можно запечь и просто хорошо встретить первомай ну видите все налегке ходят потому что в Ставрополе тепло хорошо ветра нет но я думаю что и на майские праздники у нас тоже будет отличная хорошая погода все друзья всего вам удачи и всех вас конечно с праздником первого мая Субтитры сделал DimaTorzok